Эй, бро, тут на Xbox новая игра вышла. Если что, она в подписке. Ну, в целом, такая реакция могла бы быть, если данный проект действительно попал бы в подписку. Обрёл бы с помощью этого хайп, но поскольку он не там, о нём мало кто расскажет, особенно со стороны Xbox. Поскольку всё-таки игру нужно покупать. Хотя игра, кстати, вышла как консольный эксклюзив, и на подстояшен его пока нет. Обошлась мне эта игра в 1500 рублей, поэтому надеюсь, что я соберу хотя бы 1500 лайков. Поэтому, да, не забывая поддерживать канал, прожимать лайкусик, подписываться на канал и писать своё мнение в комментариях. Начну с того, что о этой игре я узнал довольно-таки давно. Но лишь после того, как разработчики ещё в 22-м году намекали нам о том, что игра может появиться в подписочке Game Pass. Ну, а вообще, вышла она ещё раньше на ПК. И в целом, аудитория она довольно-таки зашла, поскольку отзывы у неё довольно положительные. И это неспроста, поскольку проект получился довольно с прикольной идеей, где вы являетесь игрушкой. А если быть точнее, игрушечным солдатиком. Да, практически таким же, как и в фильме 90-х годов. Тут уже проверка на бумера. Напишите, кстати, как назывался этот фильм в комментариях. Только в игре бои идут уже не против людей, а против подобных себе игрушек. Здесь можно играть как и от первого лица, так и от третьего. И так и так удобно, но от третьего лица, пожалуй, у тебя больше обзора на карту, и ты чувствуешь себя чуть поувереннее. Единственное, стандартное управление тут очень странное. Я бы сказал, непривычное, где разрабы зачем-то прыжок поставили вообще на бампер. Но в настройках это можно без проблем поменять. Кстати, советую вам сразу же пошаманить в настройках, ибо реально по первоначальному управлению сложно привыкнуть. Есть несколько режимов игры. Это некая кампания. Сразу скажу, что если вы надеетесь на какие-то кассены или довольно затягивающий сюжет. Нет, эта игра не в этом духе. Кампания сделана путем сражения против волн врагов. Попутно охраняя некие башни, которые, кстати, нужно еще и оборонять с помощью строительства. Ибо без ограждений их снесут довольно-таки быстро. Особенно крутящиеся вот эти вот фигни, как юла. Тут уже проверка на зуммера, поэтому напишите, как они называются. В общем, режим кампании довольно-таки клевый. Помимо того, что тебе нужно отбиться от волн врагов, ты можешь выполнять дополнительные задания. А-ля смыть толчок, включить компуктер. Слушай, тут... Диман, тут обоссанно было. Отмываем. Воря... Диман, ты отмыл толчок. Ты мистер Пропер. И в это же время добраться до сложно лежащих легендарных предметов, которые вам откроют возможность получать более клевые окраски для вашего солдатика или облик. За счет этого локация себя полностью раскрывает, ибо есть всякие уголки, выступы, полки, двери, на которые нужно обратить внимание в случае поиска монеток или нужных тебе предметов. Отмечу еще то, что в игру можно играть вообще вчетвером, как и по сети, так и при помощи сплитскрина. Летают. Да, пони какие-то. Диман, ты не купил, а летал пони. Все, ваншотнул я в воздухе. Снайпнул в полете. У каждого из вас есть, конечно же, пушка, с возможностью переключать с автомата на дробовик, который еще можно, кстати, и модернизировать. Прицелами всякими накладками, другими насадками оружия, то есть туда можно поставить вообще снайперскую винтовку и так далее. Кстати, вся эта концепция игрушек реально очень клево обыграна. От скинов до лобби. Конечно, было бы вообще клево, если бы они в начале или в конце матча предоставляли бы какую-нибудь сцену прикольную, но в целом и так сойдет. Самое прикольное, что бросается в глаза, так это локации. Они сделаны реально интересно и реально необычно, отчего ты действительно чувствуешь свою крохотную пластиковую тушку среди больших объектов, там, стульев, кроватей, детских площадок, других неживых игрушек по типу кубиков или еще чего-нибудь, по которым, кстати, ты так или иначе будешь карабкаться, сбираться или бродить в поисках легендарных предметов или определенных пушек. А второй вариант игры заключается в простом аренном шутере, где вам предлагают несколько режимов. Каждый сам за себя, командный бой, царь горы, режим заражения, ну а также некий аналог захват флага, только вместо флага у вас будет батарейка. Практически в каждом режиме у вас разбросаны по локации оружия, которые вам капец как помогут в определенных ситуациях, всякие гранатометы, огнеметы, мини-ганы и чем-то, знаете, гейплей мне напомнил очень сильно Хейла. Тут высокий ТТК, не очень высокая скорость передвижения, но играется чуть прикольнее за счет всей этой несерьезной концепции с игрушками. Бои тут идут ботро, если вы, конечно, не наталкиваетесь на задротов, которые не особо идут в бой, а тупо шмаляет вас с расстояния. Кстати, да, тут есть кроссплей. Просто с новичками немного другой темп, все просто месяца, что, собственно, довольно-таки клево. Единственный минус во всем этом, это когда идет замес, игра начинает у тебя проседать. Да, FPS так, наверное, до 20, и даже на Xbox Series X, поэтому потенциал 12 тарафлопс так и не раскрыт, к сожалению. Ну, а если серьезно, то просто в игре не особо идеальный оптимизон, так же, как и коннект. Игра в онлайне будет множество моментов, в которых будет задержка в попадании, непонятность перестрела и тому подобных вещей. Но, честно говоря, это все простительно. А все из-за того, что игра является вообще инди-проектом, который разрабатывали всего 6 человек. И в целом этот результат довольно-таки крутой, поскольку игра выглядит отлично, прикольно играется, интересная идея и в целом, что еще нужно. А нужно ей лишь улучшить оптимизон, коннект, в общем, поправить техническое состояние игры, ибо иногда катку находят крайне странно, выскакивают всякие там ошибки поиска, иногда просто не загружается нужный тебе режим, выкидывая совершенно другой. Ну и, конечно же, для успеха ей нужно войти в подписочку к геймпасс. Но на самом деле разработчики поступили очень грамотно, поскольку, видимо, выжидают этот момент, и сейчас у них игра выстрелила аж на 40 тысяч продаж. Они срубят сейчас куш, а потом, вероятнее всего, добавят ее в подписку. Кстати, хотелось бы тут поднять вопрос касаемо нее. И, честно говоря, немного странно и обидно, что сейчас игровая индустрия, в особенности выделю зеленую сторону, какие-то действительно прикольные проекты, которые сделаны, по сути, энтузиастами, и которых крайне иногда выделяют, когда что-то выходит в подписке, но при этом же не замечается в упор, не поддерживается рублем, если вдруг проект стоит денег, но как только, опять же, он попадает в подписку, все будут говорить, ведь поглядите, какая клевая игра, это и разнообразие, и игровая индустрия держится на таких чуваках. В общем, как я и говорил, на халяву будет вкусно все. Но когда это стоит денег, то в целом это уже не так интересно, не так прикольно, и в целом вся эта история подтверждает, что от способа приобретения игры, капец, как зависит мнение о ней. Несмотря на это, я считаю, что проект получился довольно-таки клевым. Да, конечно, это не аналог какой-нибудь там колды, батлы, хейла, но как шутер на пару вечерков, в нем действительно можно провисеть, в то же время я не могу сказать, что этот проект какой-то бесподобный и обязательный к покупке, но как игра для вечеринок, ибо напомню, что там есть режим спидскрина до 4-х человек, или просто как фановая игра, дабы отвлечься от проблем, найти разнообразие в шутерах, или скоротать время, как по мне, это очень и очень неплохой проект с оригинальной задумкой и исполнением. В общем, рано или поздно ждите ее в подписочке Game Pass, и когда она там появится, то соберемся с вами и поиграем вместе на стриме или на сходке. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, если обзор понравился, подписывайтесь на канал, и, как всегда, пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч, пока-пока.